Московское метро считается одним из самых красивых в мире. Это признают даже иностранные гости. Каждая станция хранит удивительную историю, в том числе и те, которые открылись не так давно. Сегодня я отправляюсь на экскурсию по новейшей футуристичной большой кольцевой линии. Сердце московского метро, как еще называют БКЛ, начало биться год назад. Строили ее 10 лет, особое внимание уделяли дизайну. Экскурсия начинается на Марьиной роще. А вот и наш гид на сегодня, Ирина Чижевская. Современное метро, оно не настолько очевидно, как метро прошлого, как первые линии. И здесь мы хотим как раз рассказать о том, какой смысл вкладывали архитекторы в станции. И, конечно, мы хотим показать, чем же эти новые станции могут быть интересны пассажирам метро. Станция Марьина роща большой кольцевой линии установила рекорд. Именно здесь находится самый длинный эскалатор московского метро, 130 метров. Тут 724 ступеньки. Давайте посчитаем, сколько времени мне потребуется, чтобы спуститься вниз. Запускаем секундомер. Итак, результат 3 минуты 5 секунд. Станцию построили на глубине 70 метров. Только представьте, это почти как высота с паской башни Кремля. Это такая ювелирная, как говорят, работа подгона всех вот этих плит друг под друга. Но еще они покрывают такой специальной пленочкой, чтобы было ощущение вот этих вот трещинок. Марину роща называют одной из самых красивых станций БКЛ. Ее главная особенность – вот эти колонны, которые нередко сравнивают с пузатыми фарфоровыми чайниками. Архитекторы действительно вдохновлялись фарфоровой посудой и дворянской усадьбой графа Шереметьева. Рядом улица, названная в его честь. А вот и один из создателей всей этой красоты. Знакомьтесь, Александр Тамашенко. Мы хотели воспроизвести вот то время, которое на них повлияло, воссоздав непосредственно на мраморе вот такие вот кракелюры, которые вот сейчас уже можно по истечению времени сказать, что они действительно стали проявляться. Потому что забивается потихоньку в гравировку грязь, и со временем они действительно превратятся в такие темненькие-темненькие полоски. Продолжим нашу экскурсию. Едем дальше. Мы как будто бы оказались на космическом корабле будущего. Это станция БКЛ «Рижская». Светящиеся арки символизируют портал в город. Кажется, что пройдешь сквозь них и попадешь в другое измерение. На станции «Рижская» нас ждет Александр Мехков, человек, благодаря которому большая кольцевая линия заработала и поехала. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр отвечал за инженерную начинку БКЛ. Если брать полностью БКЛ, то есть 31 станцию, то мы имеем суммарную длину всех кабелей, которые необходимо было приложить для функционирования БКЛ. Это более 25 тысяч километров, что составляет больше половины экватора. Чтобы обеспечить все метро электричеством, нужны специальные подстанции. Обычно оборудование размещают горизонтально, но на «Рижской» применили нестандартный подход. Было принято решение для того, чтобы сэкономить бюджетные деньги, не закапывать это, а там разместить девятиэтажное здание, которое сейчас и питает станцию «Рижская» и перегон до «Сокольника». Девятиэтажное здание? Девятиэтажное здание под землей закопано аккуратненько на перегоне. А вот и следующая станция. Тоже рекордсмен. Мы приехали на станцию «Электрозаводская». Первое, что бросается в глаза – вот это огромное панно под названием «Битва героев». Самое большое в московском метро. Его длина – 163 метра, высота – 7. Рассмотреть его полностью можно, только пройдясь по платформе. Скульптор рукавишников. Здесь он как художник выступает. И вот у него, знаете, какая родилась идея – сделать вот такие люки, чтобы через люки вы выхватывали сюжеты этого панно. Московское метро – единственное в мире, где нет одинаковых по художественному оформлению станций. Эта традиция идет с его основания в 1935 году и сохраняется до сих пор. В этом мы сегодня с вами убедились. Убедились.